здравствуйте друзья не мог удержаться и решил показать вам вот такое нетривиальное дерево посмотрите цветет ну понятное дело апрель все цветет но вот можно сказать с исключительным цинизмом цветет что творится мы просто погулять вышли вышли погулять а тут такое да тут говорят что-то виктора давно не было видно почему-то виктора давно мне было видно мы вот к ним приехали в гости вот увидите света и ну да вот мы приехали к ним гостя у них бабочка так что мы оставили виктора кормить бабочку а сами пошли гулять по нейбор худу вот этот самый нейбор худ перед нами тут есть много прикольного вот например прикольный дом после какой забор все говорят эти ребят говорят почему в америке заборы не крашеные они вот этого забора не видели еще да вот ли на нам говорит как первый раз а мне казалось ты уже видел забор нет да это новый забор может быть и дом не знаю насколько новый так он перелицован но помимо забора это видимо с берега притащили тут недалеко до берега до океана но вот посмотреть какой интересный лабиринт чтобы в дом зайти эти как надо вот нетривиально так вот пройти ну можно конечно переступить если уж так совсем приспичило но вот так вот а вот в этом доме партии вы так может быть издалека немножко видите там люди кучкуются что-то они там делают вот в шарики надувные народ гуляет на своих гуляют на свои вот народ партийно партийно тусуется вот милые такие уголки блин а почем вот почем такие дома лет семь восемь назад да они были где-то по миллиону то есть магнази уже раза два должны быть дороже сейчас они где-то ванпоинфо можно сделать посмотреть ну да как город называется как где мы сейчас находим это санта-крус граница с капитолой окей вот китайцы они выращивают у них земля не пропадает лишь них грядки и дядечка не мог мне объяснить по-английски что он выращивает так вот тут это вот тут выращиваем лишь сколько у него грядок а я думал нашли когда начала говорить о спиной стоял это китайцы китайцы он выращивает я думаю что многие люди которые нас сейчас смотрят они скажут а у меня тоже такая бабушка или вот там дедушка если бы сюда переселить они бы с удовольствием тоже ухаживали за грядками там хоть что хоть помидоры хоть марихуану хоть чего с удовольствием бы ухаживали если будете на карте смотреть вот значит улицы вилла и антонелли такое вот местечко симпатичное большие дома знаете здоровенные и до водички недалеко отсюда относительно там пять минут подъехать розы друзья вот люди выращивают вообще действительно сейчас рост не очень видно красота невероятно размер такой вот они как за ты что да ты что розы розы да да здесь живет музыкант и он сделал дорожку в форме скрипичного ключа если кто понимает вот так он как-то так вот ну простых людей это не должно смущать они не догадаются никогда вот а если кто-то так найти выпендриваться любит то он конечно сразу заметит вот ну да конечно по два миллиона то чё же большие дома хорошие хотя я бы сказал что вот именно так вот парковки много здесь на улице не видать то есть так вот соберется там человек пять-шесть гостей так и проблема хотя вот вот с этой стороны есть так розы да я вам расскажу друзья анекдот про розы два мужика значит там ну где-то сидят выпивают там отдыхают короче и один другом год ты знаешь тут недавно лечение проходил от потери памяти эти мужики постарше ведь сейчас такие технологии это просто что-то совершенно обновляющее вот ты чувствуешь себя как заново родился у меня такое сейчас состояние маки да это маки польза какая-то есть или только внешний вид так понял понял нет нет теме везу бутончик как скушать я не буду покурить скушать ну короче этот угод слушай да а где где в каком госпитале где проходил лечение только ты госпитал я тебе сейчас скажу знаешь что есть такой цветок красивый с шипами красивый тот год роза точно и так поворачивается слышишь розы как этот госпиталь назывался где я лечился этот анекдот с эти хорошо рассказывается американцам ли на что это за цветок такой страшный вот такие это что плодов нет только цветочки они должны ровно расти они как-то потому что кусты какой какой голубой же желтый а в этом смысле в этом смысле он голубой вообще не обычные люди любят пестренько он обычно в хорошем убранном виде а сейчас не совсем а травка заросла да правда друзья здесь мило вот так ходишь по этим переулочкам вот и очень очень мило очень такие симпатичные домики здесь приятно пройтись не пробежаться вот именно так знаете атлетично а так погулять эстетично почти стихотворение получилось надо подарить кому-то рифму так слушайте ну здоровенная дурында но ё-моё тут можно роту поселить смотри что творится блин весной какого размера дом там и там еще тоже строят пойдем посмотрим вообще какое-то странное расположение странное расположение домов относительно дороги так вроде дома обычно вдоль дороги а здесь какая-то площадка ну да так бебика оставили дедушки виктору значит на прокорм бебик сейчас сегодня неважно чувствовал бебику два года два месяца эта девочка вивиан вивиан вот так все очень мило очень мило прямо знаешь если бы я не был американским слышишь если бы я не было пи американским предпринимателем или там капиталистом у меня бума могло возникли классовые чувства но сейчас не возникает нет 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 хорошо друзья расскажу вам историю известна интересную у нас есть друзья которые живут монреале в канаде и это муж и жена наши друзья и у жены папа был когда-то большим начальником по строительству я не знаю чего но такой профессиональный именно строитель и он такой был совсем большой начальник его в москву как-то перевели там где-то они там не знаю где они были до этого такой большой большой начальник там он в главе главка какого-то член коллеги какого-то строительного министерства был но потом значит так же не сложилось из ссср развалился дочь уехала в америку в канаду вот они над женой оказались в израиле ну и жили там никого не трогали а тут ребята в канаде устроились и приглашают их как бы погулять вот они значит приехали в монреаль и муж так сказать этой женщины сажает их машину а дед уже лет 75 в машину и везет в такой хороший дорогой район монреале где там премьер-министр там вот такие виллы серьезные ну а тот строитель знаете он в восторге в невероятном и его прям распирает он все и иначе зятек то ему и и говорит для усиления эффекта он говорит и представьте себе говорит что каждый дом на отдельную семью на что тот возмущенный безобразие вот а я хочу сказать друзья никакого безобразия вот я лично не ощущаю натуральный кайф да вот буквально напоминает дом в котором родился и вырос владимир рыч ленин я образно я не помню я в 14 лет был в ульяновске на каникулы на весенние было столетие со дня рождения ленина и нас учительница истории туда отвезла я был в кружке по истории она сама была из ульяновска а муж ее учился в академии бронетанковых войск имени малиновского за стеной за забором от школы в общем она у нас преподавала и вот видел дом где родился владимир ленин вокруг него построили какое-то такое сооружение в общем вот так вот 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 можно жить друзья жить можно собственно вот тут уже дом который мы приехали в гости вот вы видите мой автомобиль стоит черненький так что мы прибыли на место а вот видите почтовый ящик мы со светой знаете как раз сегодня обсуждали что-то в ящике мало кладут и электронным все стало таким получается что почтовый ящик как бы раритетная вещь то исторически вот вы видите там красный флажок на ящике вот там положите чем туда и флажок вверх а ты идешь мимо и знаешь начнет забрать или наоборот ты туда кладешь чем флажок вверх почтальон идет и забирает в общем да это та америка которая уже никто не вернет не царь не трамп и не герой вот так что